Я хочу с вами сегодня поделиться одной очень интересной темой. Как всегда, тема будет опять-таки практичная, вызывать вас к чему-то. Потому что мое желание, чтобы мы не были теми, к которым мы находимся сейчас. Вы знаете, есть просто много таких примеров из истории христиан, которые говорили на Пуэн-Я уже 40 лет в центре. И просто для меня загорается вопрос, что ты сделал за эти 40 лет. Родные, я понимаю, у нас у каждого есть своя задача. И не Лиана и не я делаем сегодня здесь, или не Лёбресть-Team что-то делал сегодня здесь, потому что они что-то делают. Но сегодня мы точно знаем, что каждый из нас, который здесь находится, может что-то делать. И то, что мы сегодня собрались сюда, на это место, то мы просто пришли взять что-то, научиться чему-то, чтобы быть еще лучше. Перед тем, как пойти к теме, я хочу просто рассказать один интересный момент, который я услышал вчера, слушая одну политическую речь. Мне просто открылась по YouTube одного политика, его зовут Мартин Хоман. И он, когда рассказывал в Бундестаге свою речь, он в конце сказал, я хочу заключить эту речь этими словами из Библии. И он просто прочитал из Псалма 89 главы 12 стих. Научи нас вести счет наших меня, чтобы мы обрели сердце мудрое. Очень хорошие слова, не правда? Я думаю, что если бы это сказал бы Jens Spahn или кто-нибудь другой из политиков, то и продал бы как свою фразу, то все бы ему хлопали, так как сегодня папа хлопал Богу. И я думаю, что если бы это был политик, как бы Jens Spahn сказал, то все бы его аплодировать. Если бы Бог аплодировал. Но проблема в том, что когда он сказал эти слова, просто публика настолько вскричали все люди, что-то было слышно в микрофон, что-то было слышно в микрофон. И там были такие слова. Да, мы чуть-чуть находимся в церкви. Вы знаете, я задался просто этой фразой. Задался вопрос. Я задался вопрос. А Библия? Или место Библии только в церкви? И я задался вопрос. Если говорят что-то с Библией, то в принципе нас оформили в коробочку, не правда? Если Библия, то только в церкви. Мне это стало очень видно. Потому что в принципе должно быть все совсем по-другому. Библия – место по всему миру, а не в церкви. Да, потому что в церкви просто встречаются те, которым принадлежит Библия. Но это не место Библии. Библия должна выйти в этот мир. Она должна изменять мир. И то, что этот мир говорит, подожди, мы находимся что-ли в церкви, это просто показывает то, что Библия сегодня очень сильно потеряла свою власть. И я просто проснулся и сказал, что Иисус пришло новое время, чтобы твоя Библия опять вышла на улицу. И я хочу быть тем человеком, который провозглашает, каким бы способом это ни было. Но стоит сразу вопрос, как ее провозглашать. Есть это закупление. Если я сегодня по этому трактату встану на улице, и тогда будет написано «Знаешь ты Бога? Знаешь Иисуса?» То мне просто скажут «Ты там или может Сога Ерубас» или еще кто-то. Не правда? Если я повешу крестик какое-то, мне скажут «Ты может Католик». Раною, вы видите, что в принципе сегодня все как бы расставлено по полочкам. Я просто сказал «Иисус, что надо делать, чтобы твое Слово начало менять этих людей, которые все расставлено по полочкам?» Но знаете, какой ответ на этот вопрос? «Не будь таким, как все». Иисус сказал «Иди и делай то, что делаю я» или «делал я». И это большая проблема. Что делал Иисус? Учил. Но его учение сопровождалось чем? Но это не вера, что делая. Но не вера. Что делая. Что делая. Да? А мы всегда думаем, что это первое учение, а потом что-то. Мы думаем, что это первое учение, а потом что-то. Что-то — это чудеса. А Иисус делает по-другому. Он творил чудеса, а потом было учение. Теперь я просто поставлю вам сейчас очень радикальный вопрос, или просто что-то очень радикально приведу. Теперь мы входим в тему. Представьте себе, сейчас вот так вот руку выставим. И вдруг в этой руке горит огонь. Если бы он сейчас замерелся, я бы испугался. Я сказал, это в бюре получилось. Еще раз попробую. Не получается. Почему? Вот здесь. Вот здесь не получается. Почему? Потому что если бы это получилось, я вообще в вас уже сомневаюсь. Я думаю, может, вы и остались посидеть. Но я верю, что большинство христиан просто бы не только встали. Они бы вскочили и в панике убежали. Но я думаю, что большинство христиан не только встали, но и в панике не только встали, но и встали. И меня назвали бы «гадун». Понимаете, Рами? У нас большой комплекс с нашим умом. У Иисуса его не было. У первых христиан его не было. И поэтому пошло и разгорелось Евангелие по всему тому миру. Вы думаете, если огонь вдруг здесь загорелся, это что-то новое? Ученики, когда молились, вдруг сошел Дух Святой, и как он был, у них волосы горели. Если у меня рука горит, еще не страшно, но если вдруг волосы загорелись бы. Вы подумайте, у нас есть, тут есть, здесь, а вот есть. Я уже показал народный тушитель. Наверное, скорее, кто-то побежал бы и взял бы тушитель. Понимаете, родные? Мы думаем нашей логикой. И я просто хочу сегодня нас вызвать. Проговырять внутри что-то в нас, чтобы загорелось вот здесь что-то. И поэтому я говорю вам такие необычные случаи. Я вам скажу потом пару таких нормальных, человеческих. И сперта werde я также нормальные, menschliche ситуации erzählen. Сегодня мы поговорим о практической молитве. Я назвал ее так «Geбет-Стратегии», «Стратегия молитв». Вы знаете, родные, если такое название взять «Geбет-Стратегии» или «Стратегия молитв» по-русски остаемся, то мы сразу вдруг ставим в уме что-то все по полочкам, не правда? Так как мы привыкли думать о новостях. Но вы знаете, самая большая проблема в том, что мы сейчас, или актуально как христиане, молитву понимаем совсем неправильно. Она не выглядит так, как мы ее представляем себе. Если мы думаем «Я пошел молиться», то у нас есть правильное имя «Поговорим с Богом». Вот у меня теперь такой вопрос. Если ты говоришь с твоей мужем, с твоей женой, с твоей подругой, с твоим другом, то сколько ты вообще говоришь? Ты задумываешься на этом вопросе? Что? Погромче? Всегда, когда он рядом. А если он не рядом, то начинаешь когда-то стучать. В телефоне есть, аминь. А вы знаете, как мы считаем молитву порой? Но вы знаете, как мы часто думаем об этом вопросе? Господи, спасибо тебе! Слава тебе! Господи, я там и там проблемы. Господи, я там и там проблемы. Ты смотришь на часы. Ты смотришь на часы. Ох, только 10 минут. Правильно? Нужно еще пять протянуть. Держи, а кому я еще не помолился? Аааа! Господи, ты знаешь, там еще такая проблема. Ты, наверное, там решишь эту проблему. Ты, наверное, там решишь эту проблему. Ты смотришь, что это три минуты прошло? Ох, нет, это уже три минуты. Ну, две минуты еще. И мы входим в практику. Вдруг потом уже, ооо, я целый час помолился. И мы в этой практике говорим, wow, я уже прошел всю минуту. Я хочу тебе задать вопрос. Это молитва. И я хочу тебе задать вопрос. Я хочу тебе задать вопрос. Ты скажешь своему мужу. Так, у меня сегодня 10 минут для тебя. Вау, я сегодня 10 минут для тебя. Ох, только 8 минут с тобой говорю. Ох, только 8 минут с тобой говорю. А что ты еще поговоришь? Ну, давай, я потом закрою, как мы закончим. И вот мы поговорили, 10 минут. Родные, это наше представление молитвы. Молитва, в принципе, что-то очень другое. Молитва ведется постоянно, каждую секунду. Молитва – это моя жизнь, которая растворяется в духе с Иисусом Христом. Молитва. Молитва. Родные, оно интересно. Я, когда стал врастать в молитву, вдруг я стал забывать, что я помолился. Я вдруг иду спать, но, слушай, моя религия мне говорит, а ты еще сегодня даже не помолился? И я как бы сотрогал, да, вообще уже отбился по моему, даже не помолился сегодня. Молитва. Родные, ну, в духе, я молюсь. Каждая свободная минута у меня порой уже сейчас так, что если вдруг я ни о чем не думаю, то я думаю о Боге. Это самая лучшая мысль. И это молитва. Библия учит нас о идолопоклонстве. Что такое идолопоклонство? Это когда у меня свободная минута. Я думаю, какую машину я куплю в следующий месяц. Я думаю, я мечтаю и проверяю, где же найти лучшую машину. И тогда это мой идол. Мой идол является тем, как чтение заполняет мое свободное время. И из этого выходит практика. Из этого выходит моя стратегия молитвы. Интересно, почему стратегия? Потому что если я каждую минуту думаю, как купить лучше машину, то что я разрабатываю? Я разрабатываю стратегию. Во мне работают только мысли. Но они вдруг все вокруг меня формируют. Я нахожу людей, профессионалов, которые знают все о машине. Я ищу страницы, которые рассказывают мне все о машине. Я нахожу самые хорошие автостановки, где мне тоже все рассказывают о машинах. КФЦ, как шатно, да? Такое формируют дело. Понимаете, роды, у меня все крутится вокруг машины. И если я заполняюсь в мою стратегию Бога, то мне заполняется все Бога. Тогда будет все про меня, что Бога. Вы знаете, я, наверное, четыре недели назад сделал такую онлайн-молитву, не правда? Вы знаете, это самое тяжелое служение. Намного быстрее собрать людей, вот так вот набить зал на льду. Чем собрать просто пару человек, которые скажут, я стою, проломлю за что-то. Почему? Потому что мы прибыли только тогда молиться, когда есть проблемы. А это не стратегия. Это признавание, что мы проиграли. Понимаете, когда пришла проблема, и мы начинаем молиться, то мы просто говорим Богу. Проблема. Проспал. Понимаете? Это обозначает проблема. Почему? Потому что если мы посмотрим на Иисуса, у Него были проблемы. Нет. Куда Он приходил, проблемы уходили. Вот это была стратегия Иисуса Христа. Проблемы от Него бежали. А мы приходим к Богу, к Иисусу, когда у нас проблемы. Нам надо в нашей жизни поменять, чтобы мы были теми, к которым другие люди приходят, когда у них проблемы. Это так важно, родные. Это так важно, это так важно. Стратегия молитвы – это тренировка своих мускул. Я вчера с Лили просто нашли время, опять 15 минут, 15 или 10. Потренировать. Потренировать наши мускулы. Мы сделали workout, который я не доделал, потому что не хватило сил. И сегодня второй день, когда мы просто болят все мускулы. Ступеньки наверх, которые я забегал просто очень быстро, я держусь просто и одну за другой забираюсь наверх на второй этаж. Вот это стратегия. И мы сказали, ну будем вашу стратегию теперь повторять чаще, чтобы не было так больно. Следующий момент интересный, мы едем у нас через поселок и видим одну женщину, которая только научилась ездить на велосипеде. Следующий момент интернет пытаться лень. Иом Zur make you message проходить, про Москву. И� ông — а vorher не успеете ездить на велосипеде? Вы знаете какой интересно смотреть за взрослыми людьми, которые не умеют ездить на велосипеде? Как Employee встала дороги женщины, которые не могли ездить за велосипедом. И это просто отважись, не ваше путь – xuống такой момент. Простоante настроение тела такой момент, по начальнике, когда пришла дождевать. Macht Stevie только немного в что, пока человек väстит. И для меня это вдруг логично, не правда? Я думаю, а как можно не ехать на велосипеде? Я сел, я даже без руки еду, проблем нет. Сегодня я смотрел на гитару, на пианино, не правда? На ударник. Если я сяду за ударником, извините, там будет кто-то знает что. Много раз за эти инструменты садятся люди стратегией, то у них вдруг все получается. Родные, у Иисуса была стратегия. И поэтому, куда Он приходил, у Него все получалось. И это все нормально. И я представляю себе, что будет нормально когда-нибудь, если я просто так поставлю, и вдруг что-то загорелось. И это не потому, что он кому-то доказал, посмотрите, мое силу. И это не потому, что у кого-то доказал, посмотрите, мое силу. И это не потому, что я уверен себе, что я могу это сделать. Но это зависит от моей стратегии. Матфея 21, стих 22. Если вы верите, то получите все, о чем бы вы не попросили в молитве. Рады, что нужно для хорошей молитвенной стратегии? Вера. Правда? Только вера. Так легко. Только вера. Только вера требует очень много работы на тем, что я по видео, в том, что я по видео. Вы знаете, родные, я могу сказать, я могу сегодня варить. Конечно, я могу варить. Но стоит большой вопрос, будешь ли ты это кушать, что я смотрю? И еще больше вопросов буду я кушать, что я смотрю. Но я верю, что я могу варить. И поэтому мы порой очень сильно верим. И минуту позже вдруг думаем, Бог, почему ты не отвечаешь? И минуту позже мы спросим, почему ты не отвечаешь? А Бог говорит, ты сколько раз тренировался? Сколько раз я смотрел, чем ты вообще подкрепляешь твою веру? Да, варить это очень классно. Да, потому что если я варю вдруг без соли, то будет плохо. Или вдруг перемешаю с сахаром, сделаю какой-нибудь тортик. Понимаете, Робей? И здесь просто Иисус сам говорит, если вы верите, то получите, о чем бы вы не попросили в молитве. И вот здесь просто вопрос, почему вы верите? И иисус, я верю. Вы верите, что я за Феррари, что я за Феррари буду? Не за Феррари. Помнюсь за Феррари и выйду, и там стоит Феррари. Вы знаете, может, когда-то и будет, у меня такая вера. Или просто у людей, которые верят в меня, которые, если я сказал, они быстро подогнали Феррари, чтобы я не обломался. Но нет, этот момент имеет свою честность. Бог не тот, который говорит, если ты мой человек, то езди и на Трабин. Бог не тот, который говорит, что если ты мне говоришь, то ты на Трабин. Да, Мария. Потому что там сейчас есть несколько широтов, которые написали, они свободны. Потому что там сейчас есть несколько широтов, и они свободны. Нет, Бог не такой. Он слышит тебя. Но ты им должен быть тем, который растет, и пробует, и упражняется в этом. И в чем мы должны упражняться, Робея? Мы должны упражняться в нашем мозгу. Итак, первое, что важно для нас понять, родные, молитва – это в первую очередь не просто что-нибудь попросить Бога, что-нибудь сказать Бог спасибо. Это не просто 10 минут сегодня помолился, утром, 10, вечером. Молитва – это супружество с Духом Святым. Понимаете? Это много больше. Мы друг друга можем целый день не разговаривать с Лилией, но в друг другу глаза посмотрим, и точно знаем, что от меня сейчас хочет мой партнер. Правда? Да, это может быть, что Лилия и я, мы не знаем, что мы все вместе с другом, но мы только нужно посмотреть, и мы sofort wissen, что он хочет, что мой партнер. И вот это отношение хочет Дух Святой сегодня от тебя. И именно эти отношения мы хотим, что Дух Святой сегодня сегодня с тобой. А я не хочу задать сегодня вопрос. Waarаюсь ты вообще слышишь его голос? И я думаю, что ты даже слышишь емуamas? Ты думаешь, что ты отвечаешь? Он слышит ему мысли? Д catch, тебя просто слышишь? Уважай ему именно! Б === Его слышишь? И мы можем по правде и поступать и по мыслям Духа Святого, но мы можем не слышать его голос. Но порой мы даже голос его не слышим, который так усердно и ясно к нам говорит. А почему мы это не слышим? Потому что наш ум ориентируется на плацком. И давайте мы прочитаем здесь место сытой Римля, 8 глава, стих 6 до 10, это очень интересное место. Мысли, исходящие от греховной, старой природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от Духа, к жизни и миру. Греховный образ мыслей враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиняться. Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Богу. Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. А в комне Духа Христа тот и не принадлежит Ему. Если же в вас живет Христос, то ваше тело мертвое вследствие греха. А Дух – это ваша жизнь для праведности. Греховный образ мыслей. И так, родные, о чем здесь говорится? Мысли, исходящие от греховной, старой природы, я специально в скобке сделаю, старая природа, ведут к смерти. Родные, есть две природы в нас. И эти две природы имеют свои мысли. И какой натуре мы сегодня поклоняемся или подчиняемся, вот так вот, какой воли в прошлом воскресенье. Кому мы подчиняемся от того результата нашего завтра? И так, если мысли из моей греховной натуры приносят смерть, то мысли, исходящие от Духа, приносят жизнь. Кто мой враг, когда я молюсь? 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 Мои мысли. Аминь? Аминь. Как вы думаете, получится или не получится? Не получится. Не получится. Это точно так же, как я сажусь на велосипед и говорю, я сейчас поеду. Да. Первые 20 сантиметров. Понимаете? А потом просто ищи, как полегче приземиться. Почему? Потому что мои мысли должны сопровождать то, что я делаю. И если мои мысли во мне кричат неверием, если я не заправил себя Словом Бога, которое подтверждает то, что я сегодня прокламирую, то Дух Святой, да, Он говорит, Он чему-то учит, но я в этом не упражняюсь. И поэтому, что нам надо сегодня делать? Нам надо научиться, молиться. Мы думаем, что мы молимся, если боженька пошли метро, дай мне то, спасибо за это, спасибо за то. Это не молитва. Молитва – это когда я полностью погружаюсь в волю Бога. И Он начинает действовать через мою жизнь. Давайте посмотрим результаты молитвы. Это Иоанна 16 глава с 12 по 15. Здесь очень интересный отрывок Иисуса Христа. Он говорит с 12 стиха «Многое мне еще хотелось бы вам сказать, но сейчас вам не под силу это воспринять». Вы представляете Иисуса Христа? Вот мастер учит три с половиной года, обучая своих учеников. Я три с половиной года обучался профессией. Вы знаете, что я через три с половиной года понял? Что я чему-то учусь. Понимаете? Я через три с половиной года только начал что-то понимать. А потом я еще самое малое семь лет учился, пока я стал мастером. Когда я уже вещи просто закрытыми глазами стал делать, когда у меня логика стала собираться в голове, тогда я стал мастером. И поэтому Иисус говорит своим ученикам уже много увидели, узнали. Но я далеко не все вам рассказал. И он говорит в следующем стихе, в первом стихе. Вот когда Дух Истины придет, Он ведет вас во всю полноту Истины. Он не будет говорить о себе, но будет передавать то, что сам слышит и скажет вам, что должно произойти. И так, что вы делаете Дух Истина? Дух Истина будет обучаться. Он будет тебе говорить интересные вещи. Может быть, вещи, которые другие люди не будут понимать. Может, даже вещи, которые другие могут говорить, что «ты поехал». Но иногда ты чувствуешь в себе, что Дух Светой тебя учит. Есть другой момент, который будет закрывать в тебе голос Духа Святого. Это твой мозг. Понимаете, родные, мой мозг мне говорит, а так в Библии не написано. Вы знаете, когда Павел просто первый раз коснулись его одежды и вновь получили исцеление, это было где-то написано? Это нигде не было написано. Да, это сейчас написано для нас. Но когда Павел это делал, это нигде не было написано. Итак, Арнерик, что сегодня требуется от тебя? Это того, чтобы ты был послушен Духу Святого. Это настолько важно на жизни понять родные. Иисус здесь говорит один маленький момент. Что это Дух Святой? Как ты узнаешь, что делает Дух Святой? Он говорит, он прославит меня, потому что отходит вам, что возьмет от меня. Его задача прославит Иисуса Христа. И потом он говорит 15 стих, как он будет прославлять Иисуса Христа. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит мне. Поэтому я говорю, что Дух возвестит вам мое. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит от меня. Прекрасно. Знаете, родные, просто откройте Библию. И прочитайте все чудеса Иисуса Христа. Запишите их. Что самое прикольное для меня сегодня? Ну, наверное, приматить воду в вино. Иногда будем покупать. Или, может быть, еще класснее лучше будет. По морю ходить. Понимаете? Было прикольное, да? Не правда ли? Мне кажется, Иисус тоже купался. Мне кажется, он просто мог переключаться туда и сюда. Понимаете, родные, здесь написано. Все, что у Отца, все, что я делаю, все даю вам. Конечно, люди такие, ну, наивные, не правда? Конечно, люди, такие, ну, наивные, не правда? Вот я сейчас начну с вина или с воды. Попробую два дня, три дня, четыре дня, скажу, что здесь не получается, пошло это все. Нет, начни просто потихоньку, правда? Не сразу в 10 класс. Но начни доверять Иисусу Христу. Начни сперва повторять полностью все, что Он делал в своей жизни. Вы знаете, родные, у меня болела голова. И я ее победил чем? Я ее победил Верой. И когда у меня начинает голова, просто в шансах нет болеть. Потому что вера выше головной боли. И вот так мы шансы шагом растем. И это нам надо. Мы получаем через упражнения в Духе Сватем результаты молитвы. Дух Себе начинает говорить нам. И так мы сегодня говорим о стратегии молитвы. И я уверен, что когда я, просто сейчас сами себе, сами себе ответить честно. Может поднимет руку, кто сейчас скажет, я согласен с тобой, я подумал именно так. Когда я назвал, что я буду говорить о стратегии молитвы, то многие из вас подумали о том, что сейчас он скажет молись так, молись так, молись так и будет так. Аминь. Я также думаю, это наш ум говорит так. Мы думаем, если мы сейчас говорим о какой-то стратегии, мы думаем стратегически. Но эта стратегия не стратегия Духа Святого. Но мне важно было сегодня показать вам стратегию Духа Святого. И теперь, чтобы понять Дух Святой в нас, то единственная стратегия для этого нужна. И когда мы начнем в нашей жизни просто смотреть на то, что делает Дух Святой в нас, то он будет открывать нам свою стратегию. И поэтому это важно, молиться со стратегией, не просто так, как мы молились до сих пор. Я просто замечаю, что многие люди говорят, ну как нам теперь молиться? Ну вот все теперь разбомбило, ну что теперь делать? Теперь мы вообще не знаем, как молиться. Нет, потому что ты вообще не молиться. Да, тогда я бы не молиться. Понимаете, вернее? Нет, мы просто должны быть честно самим к себе. Да, мы просто должны быть честно самим к себе. Ты хочешь, чтобы с тобой твой муж, твоя жена, твой друг, подруга, никто другой просто говорил выученными текстами? Можешь ли ты, чтобы твоя партнер просто говорить с тобой? Господин XY, как хорошо, вот ты у меня единственная возможность. Я хочу знать это и это. Вы знаете, меня там нервирует, когда со мной разговаривает. Я хочу иметь нормальное человеческое отношение, честный ответ, честный вопрос. И тогда я также разговариваю с людьми. И поэтому сегодня мы должны научиться слушать Дух Святой. Это важный шаг в стратегии. Просто каждый раз этот вопрос задавать. Дух Святой, где твой голос? И ты начнешь замечать, что в твоем, что что-то здесь говорится. Сто процентов, говорю, ты начнешь это замечать, что что-то говорит твое сердце тебе. Ты начнешь размышлять, что это многое, это попробуй. Да? Это тяжело для меня сейчас, это попробуй. Но он будет говорить. У него есть мысль, конкретная мысль для тебя. Он хочет, чтобы ты научился ездить на велосипеде. Он хочет, чтобы ты научился ездить на велосипеде. Он будет тебе к твоему велосипеду, какой бы он большой не был, прикрутит там такие штуцвейды. По-русски, не знаю, помогательные эти колесики. И ты будешь туда-сюда шататься, но ты будешь уже ехать. Это же прекраснее, правда? Это же уже лучше. Когда-то вы можете одно, которое всегда крутит. И ты уже будешь ездить вот так, вот на одном этапе. Но мы учимся. Мы учим наших детей. И Дуся хочет, чтобы мы расслеживаем. Сорок лет одна и та же молитва. Извини, это не для меня. Я хочу через сорок лет поправить, вот так вот открыть руку и врут. Почему? Потому что, если я это вдруг кому-то покажу, пригодится, понимаете? Ну, как мне по-другому объяснить? Я сейчас хочу, чтобы я вам покажу, что это будет просто нюзливо. Я не знаю, как это сделать. Вы понимаете, если вдруг скажут, ты там с Библией появился, иди в свою церковь. А я... Уф! 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 Вы знаете, я сейчас помню, что вы любит, я тоже помню. Уф! Уф! Моя тема практичная. Я должен сказать, что я сам половину этого не исполняю. Но из-за этого я говорю. Я просто делюсь, что Дусер открывает мне. А почему он открывает мне? Потому что я говорю, Иисус, я хочу больше. Иисус, я хочу стоять вот там, в том доме, в том бунте, 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 и как сказать, чтобы там все повалились, которые там против? Иисус, я хочу стоять в этом бунте, в том бунте. И сказать, что все вместе с тобой были. Все вместе с тобой. Очень хорошо, я говорю. Понимаете, Валентин? Может быть, что ты икивет это бунтус? Боюсь, очень сильно боюсь. очень сильно боюсь мне кажется, я половину, что здесь сказал там, мы никогда бы не сказали понимаете? но поэтому мы здесь учимся это очень важно хорошо, родные давайте мы просто согласимся в духе вместе аминь, пойдем ну уже, кого Бог дает уже, посылай родные, важно, понимаете? важно? хорошо давайте мы просто встанем и поговорим с нашим Иисусом с Духом Жизы